В МК всегда очень интересно ехать и очень страшно. Страшнее, чем воевать потом. И нас и так должны были закинуть в тыл противника. Нас закинули еще немножко в другой тыл. Это, в общем-то, сильно ситуацию не изменило, но напряжение повысило. Мой позивный Дарвин. Мне 25 лет. В армии я уже 4,5 года, включая АТО и эту войну. Я из Донецкой области. Сейчас на должности командира взвода. Мой позивный Сокол. Мне 26 лет. Родом из города Вознесенск, Миколаевской области. На службу пошел в начале полномасштабного вторжения, 26 лютого. С вересня месяца были уже первые попытки перевода до третьей ОШБ. И с лютого месяца проходил службу уже тут гранатометником в третьей штурмовой роте первого штурмового батальона третьей окремой штурмовой бригады. Мой позивный Генон. Я из города Николаев. С начала войны в этом подразделении нахожусь. Сейчас являюсь гранатометником и исполняю обязанности командира отделения. Сейчас будет фрагмент с кипишем. Я потом у него спрашивал, что это было. Говорю, что за шок-контент, что за боевой клич. Он говорит, нормально. Настроение было хорошее. Поднятие боевого дуга. Да, так оно работало. Жалко, я не слышал там в бою. Заходим, давайте! Вы по нашему заходу нормально растянули все перед посадкой. Я смотрю налево-направо. Тут сейчас много людей на нормальной дистанции друг от друга. Но, к сожалению, надо было всем кричать, что заходим, заходим. Дистанция, заходим. Постоянно надо было повторять. Вы, получается, были на правом фланге от всех этих событий. Да, да. Там справа был еще один вопп. То есть слева, куда вы спускались вниз, вопп пидорский. И справа. Давайте спускаемся! От дерева в дерево! Да, на нас как раз смотрели бойницы. То вы тоже спустились параллельно нам или позже? Не, мы позже спустились. Мы остались сверху, потому что у нас хвоп был как раз наверху. Не в низине, как слева, а наверху. И там у нас... Мы закрепились чуть не в полной низине, чуть выше. То есть мы уже шукали и пидорские карманы, где можно было уже падать, и места от прилетов занимали. То есть, чтобы безопасно себе закрепиться, да, и занять позицию. Вот, кстати, пока мы спускались, они по нам вели огонь, мы просто подавляли всю посадку целиком. Когда мы нырнули в зеленку, уже увидели блиндаж, начали по нему вести прицельно, тут сейчас будет. То потом стало ясно, что они постреляли, постреляли, послушали свист пуль над собой и все, легли уже и ждали, пока мы подойдем поближе. А, ну, по сути, это даже первый 300 был. Да, нормально, они продублировали команду. Это как раз такой момент, когда мы спускались, хотели спускаться в ней с посадку, Булат шел передо мной тогда. И вот как раз по нему ввелся огонь с правой стороны, именно с правого вопа. Там пидор был, а в блиндаже говорит, заховался в блиндаже. Дед, дистанция. Дистанция. 20 метров слева он наш. Цинкуйте налево, хэви. На одно дерево вперед. А, шо с Булатом? Кто там не знает? Раня. Шо? Шо имя? Рука, лицо. Альрис, шо? Рука, лицо. Контент, думаю, а шо за рука, лицо это? Я точно знаю, шо, рука, лицо. Типа, да. Шо там взорвалось, шо ему именно рука, лицо. А потом, да, у него зубы, этот кадр, декровище с лица, очки аж пробило пуля. Думаю, нихера себе нормально. Ну да, рикошетом, походу. Да, или рикошетом на исходе импульса, ну похуй, типа. Очень повезло. И баллистические очки, кстати, его спросили. Да, спасли. Носите баллистические очки. Да. Сильно, артерия, повреждения. Вот она связана. Блин. Блядь, он там, нахуй. О, хорошо попал, да. Загорелся, нахуй, блядь. Загорелся. Эвакуация нужна. Второй, если вы выложили все, что надо, то право, может быть свободен. Как приняли? Блядь. Не попал? Чуть перелетело. Эффективное оружие, вот это пиздец, М320 решает в таких боях очень много. У нас был бульдог, М320. Вручные гранатометы с американскими влогами. Эвакуация раненых. Эвакуация раненых. Я так чему говорю, что взрыв над окопом влога нормальный и эффективный метод, потому что осколки вниз тоже летят. Рывок возле Хэви, чуть-чуть дальше от нее в пару метров, когда она начинает хуярить. Хэви подавляй! Да, конечно, каждому, блядь, на пальцах объяснять, что ему делать, мне очень нравилось. Ну, у нас были люди, у которых это был первый бой, по сути, то есть. Ну и для первого боя они справились. Вообще все шикарно справились. Блядь. Недополнительные неудобства, по вам наводится артиллерия. Никакого уважения к людям. Война, нахуй. Кто это сказал? Комментарий нормальный. Так, теперь хевер-автор Марио. Работает, работай! Движение с огнем. Я хотел, да, то, что они начали делать, добиться. Туда мы их подавили нормально, надо было резко сократить дистанцию. Гранату! Я бусой. Еще будет запар с Грентой. Да, да, да. Давай за меня, держи себя. Вот и мне эвакуация Булата. Туда, туда. Говорит, давайте спасайте его. Да, давайте, спасайте его. Кстати. Еще и это все, ну, в это время стрельба продолжается. Да. И продолжается война с двух сторон, причем наваливают, пидоры. Он провел эвакуацию Булата от лесополосы через поляну, метров 30 пройдя до машины. Кстати, две машины до сих пор здесь. Бои продолжались и… И справа ввелся огонь, как раз справа у них за вот этим кустом, дальше за кустами у них был ВОП. Отсюда бы тоже, то есть в принципе спокойно прошли. Да, да, да. Чудо не подстрелили и это еще говорит о том, что все-таки наш огонь на подавление изначально плюс М-ка, они свою роль выполнили. Как принял? Приготовиться, Сунис. Давай. Гранаты – это всегда волнительный момент. Да. Я тогда попал примерно наверх блиндажа и по тем, что в траншее, даже если их не поразило, это вынудило их упасть. Тоже мы смогли подобраться. Что там? Просрел. Вот тут Марио в этом моменте шлепнул жмыха. И сейчас мы будем это просматривать. Убил! Хорош! 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 Подтягиваемся! Да, и тут важно было и здесь в этом моменте и вообще весь бой сохранять продвижение. потому что до этого Фока докладывал, что по нам наводится вражеская артиллерия. И если бы мы остановились и начали бы с ним воевать еще полчаса, то по нам бы навелись намного прицельнее, чем в итоге получилось. Плюс из-за боя нельзя растянуться и выбрать удобные укрытия, потому что тебя простреливают. Надо сначала решить эту проблему, их убить, зачистить, потом надо было бы рассредоточиться, приготовить себе укрепление и потом только ложиться. То это напрягает. И мины, и стрельба было интенсивно. Да, кстати, на этой картинке хорошо видно, насколько грамотно пидоры оборудуют свои вопы. То есть тут можно заметить, что воп прямо под деревом. Да, даже под разросшимися деревьями, под корневой системой, да. На них и сброс не сбросить, и видно их плохо в дроне. Крой туда, Геннадий! Аргийц! Подтягиваемся! Держи сектор, просто стой, держи сектор! Зная уже потом, что там было два пидора, смотри, насколько спокойно. Да, да, да. Мы, кстати, за счет того, что постоянно туда стреляли, такое облачение, что всем, кому просто скучно, подошел, пострелял в их блиндаж. Это по факту работало, они реально не могли высунуться и начать стрелять в ответ. А здесь, я говорю, heavy 100, держи сектор, потому что она не знает, что за поворотом. Я нахожусь наверху. Думаю так. Сейчас ей скажу, подожди, сам вылезу, гляну с прострелом, потом ей скажу, примерный маршрут, чтобы она имела представление при продвижении и дальше. Ну так и получилось. Там же вроде еще один лежит. Он за перегородкой из земли был. Да, она потом перелезла, и там лежал Питер, притворялся мертвым. Вплоть до того, что, кстати, мне рассказал Марио, она по ним ушла. Он лежал, придуривался, она наступала на него, прошла дальше. Он говорит, так он жив. Она говорит, а разве мертв же? Он такой, ну блин. И жахну, короче, на Верочку. И да, оказался жив. Притворялся мертвым, то есть актеры, дай бог. С автоматом. Пустой. Иду. Да, все по очереди подходят и нас стреливают. Я хочу закидывать. Я хочу закидывать гранату, говорю ему, чтобы он пока крыл огнем. И сейчас будет. Вот. Этот момент с одеялом помешал еще тогда. Гранату закидывали, я потом Раптору передавал, он тоже кидал. Но она пробивала первую перегородку, до второй не долетала, взрывалась у них в коридоре. Поэтому мы не могли на Верочку их убить гранатой или проверить, что там будет к чему. Насколько это мешает. Пулевое в лицо. А изначально было понятно, что там есть кто-то? Вот изначально мне говорили некоторые оттуда, что якобы он там сдается что-то. Да и там слышно было, как кипиш передает информацию. Но я когда пришел, там долго тоже довольно был. Вообще ноль реакций было. Мы много туда прострелили, мы туда позакидывали гранаты. И, короче, никак там не поймешь. Надо было смотреть уже окончательно. Ну, как потом. Она выглянула за перегородку и говорит, там пидор. Ну, передай ему привет, что там пидор. Говорю, так кинь гранату в него. Хорошая позиция. Сверху он находился на блендаже. Вот, якобы там диалог. Но я не слышал ответа. Да, возможно они бы и сдались. Да. Вот с этой психологией предложений сдачи в плен. Нам нужно срочно регламентировать этот процесс, потому что противник слышит сдавайся и противник слышит стрельбу. Кто-то пришел, другой подстрелял, третий снова предложил сдаться. То я думаю, что мы их немного дезориентировали с этим вопросом. С правой еще и шла тоже стрельба, потому что нам приходилось придерживать той воп, чтобы пидоры не спустились и не начали нас что-то зажимать в самой балке. Да, для понимания людям, которые будут смотреть, здесь работает примерно половина группы. Половина группы находится на противоположном фланге посадки, контролирует их линию перед движением. Там ситуация заключается в том, что существует лесополоса, которую надо взять. Движение происходит с фронта обычным способом. Одна из групп просто продвигается, постепенно вытесняя противника. Вторая группа, которая в данном случае наша, она заехала в тыл, обрезала им линию снабжения. То есть к ним не могут подходить резервы, потому как они упрутся в нас. Они сами не могут убегать, им не могут доставить БК. Таким образом мы их отрезали, чтобы уничтожить. У нас в этот момент была ситуация такая, что мы закрепились напротив флопа, которого вообще не было видно. То есть ведется по нам стрельба, нам ничего не видно. И при этом наши парни, которым не повезло, они были совсем справа. Они погибли, и мы не понимали, есть ли они там или нет. То есть перед нами только противник, или есть и союзники тоже. И было тяжело. Я думаю, самое главное в этой ситуации, что даже у нас была такая дискоммуникация, но тем не менее, каждая группа выполняла свою задачу. То есть не было растерянности, никто не ощущал. Да, в целом все равно собрали, делали. Да, да, да. Обещанный минометный обстрел Фокой начался. Сейчас будет пара вкусных прилетов. Я был шокирован тем моментом, потому что я не ожидал, что там такой столб дыма поднимется. Думаю, что за приколы. Очень прицельно вложили. Давайте! Надо сойти! Надо сойти, блин, а не хуярить его просто! Что, кто со мной? Ладно. Пидор, вылазь! Вот что предлагает американская система CQB или вообще бои в близких дистанциях. Надо было выстроиться в ряд, заходить в такой ход блиндажа. Это реально не рабочая схема, поэтому все очень ситуативно. Ай-яй-яй, что это было? Пидор, вылазь, если ты там есть, сука! Ёб твою мать, бля! У меня была граната, которая, как мне объясняли, должна была быть газовой, но оказалась вроде как обычной. Или она была просроченная, она взорвалась как обычная граната. И я передал ее кипишу, кипиш передал ее Раптору, Раптор ее закинул в блиндаж к ним, но она взорвалась как обычная граната. Тоже трудно было проверить, что это дает. Плюс ко всему, мы уже точно знаем, что там есть противник, мы уперлись, и нас начинает крыть артиллерия, это очень сильно напрягает обстановку. Потому что вперед не продвинешься, назад пути нету. И нас бомбят, поэтому надо было срочно предпринимать какие-то действия. Какая их выживаемость, что внутрь блиндажа была выпущена не одна обойма, закидан гранатами, дальше еще увидим выстрелы из РПГ по нему. И все равно влоги, все равно пидоры вот так вот за стеночкой лежали, в принципе живые. Раптор? На, кидай, закидывай. Он закинул грех. Позовите Хэви сюда, чтоб прибежала. Хэви, давай беги сюда! Тоже в первый раз человек был на боевом. Сюда! Тут с дубляции надо было добиваться, конечно, чтобы доносилось до того, кого надо информация, очень было трудно это. Блять, быстрее! Быстрее! Вон, блин, нормальный тоже от прилетов. И за счет торты очень много кого оглушило, поэтому очень тяжело было добиваться коммуникации. Я обращал внимание на то, что вокруг нас есть определенная поляна, территория, есть определенная концентрация наших сил в разных точках. И пытался там раскинуть людей так, чтоб они равномерно друг от друга распределились на дистанции, в укрытиях и крылья достаточно секторов. Вот так вот мы сидим довольно долго, если к нам кто-то подойдет в слепую зону, будет очень печально. Поэтому надо было со всеми связаться, всех в места переставить пересадить, а потом выпасть. Нет, там, где там ты находишься, где ты? Все, в укрытие! И на 12 сантиметров, в укрытие! Я на 1! Перестреливается миномет, но мы продвигаться не можем. Мы в первую слюну завалили одного, но ты еще сидишь. Мы закидывали крэнки, но что-то там погодили какие-то ниши. Заходить тяжело, потому что крылья одеяла. Так погибли. Так погибли. Вот и все. Вот и все. От блиндажа все отойдите! От блиндажа отойди! От блиндажа! Быстрее отойди! Быстрее уйди! План заключался в том, что М-ка должна была прострелить с браунинга блиндаж, но он был за деревьями. Наехать на него было тоже очень тяжело, там такие толстые стволы, да. Да, да, да. Я им скомандовал, типа, что от вас в таком-то количестве метров на таком-то направлении блиндаж проработайте с браунинга. И вот это ж отзывал людей отойти. Вон еще прилет. Нормально уже вложили. А, это возле М-ки. Я не знаю, что это, короче, прилетело. Это было или... Мы были там наверху и мы видели, когда М-ка с резервом уже подъезжала до нас, мы показывали с Лимоном, чтобы он дальше не приезжал, потому что там уже пидоры. Ну, понятно, что они тоже не ориентировались. Он все-таки заехал туда в траву и ему сразу был прилет, по-моему, с РПГ. Да, я тоже решил, что это прилет с РПГ, потому что они успели тоже снять чехлы, накрутить свои параха на стрелы и вот это въебали М-ку. Но удивительным образом она все еще выжила, высадила людей, уехала. Паспарту горело, они еще по пути назад. На центре посадки словили два выстрела. Она всех увезла, короче. Они все вылезли из нее и она начала гореть. Короче, он там искал огнетушитель для них, да. Но поразительно, что все выжили. Старая модель такая живучая. Надо откатиться метров на 50 назад. Всем отходим, всем отходим на метров 50 назад. 50 метров назад в очередь. Отходим. 50 метров назад. Такое очередь. Смысл маневров был в том, что я не до конца понимал, это РПГ или мины, но прицельно все возрастало, надо было срочно сместиться. Поэтому мы оторвались на 50 метров и там уже рассредоточились более комфортно и с вами уже устанавливали связь. Терпуйте, блядь, по одному. Всем не убегаем. Раз и заточились по посадке. Старая. Что? Я нихуя не слышу. Ебать. Это ПТУР. Я передавал потом после этого ФОКе. Так точно. ФОКе передаю, говорю, пролетело что-то очень страшное, но не по нам. Я не знаю, что это было. Он говорит, все нормально, это ПТУРы. Они типа до вас не дострелят, потому что вы в неизменности. Они там целились по нашим тыловым пунктам или я не знаю, короче. Несколько раз этот шум был. Думаю, ого, сейчас какая-то ядерная бомба на нас летит. Молодь. Что там? Молодь. Все, это СОВО покричали, где мы находились. Это Петро кричал, да? Да, да. Он кричал из столицы и Москва. Да, да. То есть они думали, что мы свои и орали нам свои пароль. Да, много раз ситуация была, когда мы уже закрепились, мы перед собой видели движение какое-то и было трудно сказать, это соседняя группа, наша же, потому что друг с другом визуального контакта прям у всех не было. Плюс резерв подъехал людей, которых мы не знали в лицо, и мы могли с ними перепутать. И мы еще думаем, ну противник, скорее всего, было направление какое-то подозрительное. Они нам кричали, столица Москва. Видимо, это был их пароль. После чего мы уже поняли, что противник, постреляли по ним. Они до конца отрицали, что мы можем быть врагами. Вот они шли, говорили, столица Москва, нас в ответ не стреляли, и потом куда-то снялись и убежали. Тоже было очень интересно. Тоже после прилетов человека довольно сильно контузиво. Тут надо понять Дашу. Марио был контужен, и я ему сказал крыть сектор, сам выходил на связь с командиром. И он говорит, мне тяжело, я типа засыпаю. И плохо вижу, плохо слышу, все дела. Я позвал Кипиша сменить Марио. Но он и блевать начал. Да, и вот в этом моменте самое смешное, что человек уже контужен и рыгает, и сейчас будет. Он на что место идет? Ну правильно. Давай на место. Марио просто вот так сидит, сидит. Бам. И он уснул уже и рыгал, потом еще спал. И ему уже было очень тяжело. Но между этим он копал себе коп, так что... Все-таки можно воевать контужены. Браво. Браво. Что? Жива? Да. Все, она нормально. Марио, узнай, узнай. Бля, пизда. Да. Ему хуёво ты можешь? Как ты? Я не слышу. Он не слышит контузы. Ранение проверь, ранение. Ранение есть? Да нет, вроде. Нету. Поразительно, что даже такой плотный прилет может никого не ранить, если все займут нормальное укрытие и позу лежа. Фока, фока, по нам пиздак, вот прицельный прилет. Контузия добавилась и усилилась. Фу. Расскажи, как ты ползал за БК и обратно. Да, у нас была ситуация, когда у нас была перестрелка спидерами на вопе справа, сверху, надо было занять позицию, огневую точку, и давить противника огнем. Вот. И в момент, когда я за куста таки, ну, уверенно выполз, занял позицию, по мне открыл огонь, вот, и мне пришлось отступать акробатическими этюдами. То есть я сначала перекидывал пулемет, потом до него подползал. Потом отползал сам и на вытянутой руке перекидывал через себя пулемет. В общем, ну, со стороны это было очень смешно. Тогда не сильно. Ну, сейчас уже есть что вспомнить. А, да, было попадание и, ну, и по броне, вот, было десь три или четыре попадания, и попали в мини-ми, от чего пулю разорвало, ну, и там были сечки небольшие по пальцу. Да, порезало перчатки. Да. И ведь ты из плеча выковырял пулю, да? Да. С защиты, кстати, с кивларовой защиты с плечей, 5-45 достав, три с брони, и попадание в мини-ми было. Да, да, да. Да, то есть там плотность огня была… То есть плотность огня очень… Где-то высунешься, все, дышать страшно было. У нас сложность там была в том, что не было визуального контакта с пидерами. То есть я предполагаю, что пидеры, ну, четко бачили и отсекали все наши передвижения. Вот. У нас визуального контакта с ними, конечно, не было. Это было сложно. Прямо между выгрузкой. Метров, не знаю, в тридцати утерлись этот календарь. Здесь находимся. Как три? Гордан, еще раз. Я понимаю, что вы утерлились, вы в точке выгрузки. Мне надо поднимать квадрат. Какие ориентиры-то, блядь? Там справа должно быть… Ну да, здесь был критический момент, который нам на пользу не сыграл. Фокус сказал, надо выяснить, там ли вы вышли. Посмотрите на Т-образную посадку вверху балки. Я Кипишу говорю, подлезь глянь, увидишь ли ты Т-образку. Но лес с нашей стороны тоже уходил в ту сторону. И Кипиш сейчас вылезет, и он спутал посадку с разросшимся лесом в том же направлении, после чего мы передали фокусу, что мы все-таки там, где надо. Как потом оказалось, это была ошибка. Да, меня сразу еще поняли, что меня там выгрузились. Были на метр 250-300, наверное. Туда, типа. Туда, да, да. Просто надо так, чтобы ты ее увидел и сказал, что мы вот до нее легко до нее. Блядь, да. Вот вроде. Сколько метров? Блядь, метров 50. Да, да. Метров 50 где-то. Это она вроде. Ну вот, блядь, прям похоже, понял? Фокус, фокус. Я даже приеду. Разрепок. Куда? Сюда? Да, противник стрелял с ГП-25. Навесом, видимо. Ну мы с бульдога тоже в ответ пострелили. Да, потом уже лимон вышел и нормально накидывал. Что камера не сняла. Кроме того, что уже было названо. После того, как мы там закрепились, уже было принято решение, что надо решать вопрос блиндажом. И у нас были мухи РПГ-22. И там еще вроде какая-то была. В общем, взяли мы эту РПГ-22. Ну я взял с собой в подкрепление двух человек. Они заняли сектора, чтобы вход цинковать. Я занял позицию в метрах, наверное, 30 от входа. И стрельнул туда. Вышло красиво очень. Да, блиндаж впыхнул. Шторки повыносило. И после этого уже у них там пыло поубавилось. И они решили сдаться. Только там уже два мертвых было. Один раненый. Было так, что они затихли. И я думаю, ну нужно еще на всякий случай кинуть гранатку. На всякий. Только собираюсь кидать. Тоже там переговариваюсь с товарищами, которые держат. Только собираюсь кидать. А там голос типа сдаюсь, сдаюсь. Помогите, помогите. Не понравилось. Сначала надо подавить волю к сопротивлению, чтобы им реально страшно стало. А потом они сдаются намного быстрее. И после этого мы там провели около суток в обороне. С разной интенсивностью огня. Попадая в очень критические ситуации. Из-за того, как мы не владели ситуацией в обстановке. Мы не знали местности, в отличие от противника. Продержались там. Отрезали им тыл. Отрезали линии снабжения. Они не могли подводить группы резервов для усиления своих групп, которых давили мы. Они не могли подвозить боекомплект. Не могли эвакуировать раненых. За счет нашей части работы. Ну, после чего мы этот очаг сопротивления додержали до следующего дня. И на наш уровень уже вышли смежные подразделения. Вытеснив противника или убив его. И все. Провели смену и отбыли домой. Ну, в общем, несколько километров нашей земли было освобождено общей операцией. С нами воевала женщина. Единственная женщина в моей жизни, которая видела, что вообще воевала. Воевала она не лучшим образом, но она все-таки воевала. И когда мы попали к противнику в самый близкий контакт на 30 метрах и расползлись по кустам, она решила предложить им сдаться. И это было очень кринжово слышать. Она говорит им... Она украиноязычная. И из этого ее русский язык с сильным акцентом. Она говорит, мальчики, сдавайтесь. Мы вас завтра поменяем. Я думаю, да, сегодня поменяем. Уже, вот уже обмен. Идите сюда, сдавайтесь. Все нормально будет. В общем, был бы я на месте противника. Я бы подумал, что это какой-то розыгрыш, но точно бы сдаваться не стал. Меня это очень возмутило. Говорю, кричите кто-нибудь, кроме нее, пожалуйста. Да, в общем, и все.